звонок почти как в театре приглашает вас спектакль это авторский проект авторские чтения не формат и с вами я автор и исполнитель алик ветер литературой я занимаюсь более 15 лет с перерывами к живописи организации мероприятий сейчас мне захотелось с вами поделиться тем что меня давно увлекает литература всего программа рассчитана выступление на два часа это несколько десятков рассказов написанный в разный период если вам понравится лайкайте поделитесь распространяйте заразу подпишитесь перейдем к сразу к сути дела выбор всякий раз когда выдавалась возможность прогуляться по французскому бульвару я проходил мимо одного из самых любимых мной мест с тыльной стороны одесского ювелирного завода это когда-то 40 лет назад там был ювелирный завод сейчас за забором зиял своей чернотой большой котлован очередная новостройка лишь дальнем левом углу красовалась разноцветным орнаментом керамическая плитка на полу отвалившийся стене виднелись куски лестницы на второй этаж как давно это было в ссср в 80-е годы я тогда работал ювелиром но не то чтобы я делал произведение ювелирного искусства был простым рабочим ювелир литейщик именно по этой лестнице я поднимался на второй этаж в ту часть завода где находился наш литейный цех описывать все подробности нашей трудовой деятельности нету смысла но чтобы вы имели общее представление это было режимное предприятие с вышкой охранниками и с собакой и внутренним абхсс для тех кто родился после ссср надо пояснить кто такой абхсс это такая организация которая находила тогдашних стартаперов предприимчивых людей рассаживала их компактно в сибири в неком подобии кремниевой долины где обменивались инновационными идеями профессора уголовники и прочие интересные люди неожиданные обыски проверки тотальный контроль и учет всех тех благ которые несет прекрасный тоталитарный режим на предприятии где вводятся немалые ценности и люди которым эти ценности не чужды в среднем каждый день отливал 30 килограмм золота изделий работал без перчаток руки у меня были рабочие липки от формовочной массы и солидола и иногда что-то прилипало к рукам или случайно пару грамм золото задувало в вентиляцию и что странно сразу в изделиях искренне вместе со всеми проверяющими следователями абхсс я удивлялся как туда попало золотое кольцо был молот полон веры в светлое будущее в свое светлое будущее искренне верил и говорил какая какая хорошая в нашей советской стране вентиляция как она мастерски сосет искренне смотря в глаза следователя бхсс если заставляет такие если засасывает такие золотые предметы и не глотает какому-то моменту моя сообразительность изрядно всем надоела и не имея возможности доказать что именно я являюсь главным расхитителем социалистической собственности ко мне прикрепили следователя который по логике должен был следить за всеми моими манипуляциями золотом лейтенант оказался весьма симпатичной персоной молодой следователь по имени оксана поразила меня своим бюстом он был шикарен забыв о том зачем я вообще пришел на завод мне хотелось умаститься на ее грудь головой судя по моим мыслям содержание этой головы было безнадежно утрачено мысль взять сосочек в рот и засосать в себя повинуясь младенческому инстинкту меня не покидал лейтенант я тебя хочу усынови меня но поймав строгий и нежный взгляд лейтенанта оксаны я умерял свои фантазии погоны не успели отпечататься на ее прекрасных и нежных плечик но как арда как третий глаз пристально очень зорко следила за моей тощей шустрой персоной которая то и дело металла с костю акробата между раскаленной печью и плавильной машины я было попытался с ней кокетничать и заигрывать но понял моя карта бита погонами в один из дней начала ничего не предвещало особенного все началось с полвосьмого утра как обычно ухода в цех мы на троих распили бутылку советского полусладкого шампанского обмениваясь мнение с коллегами о вчерашнем вечере проведенном в ресторане переодевшись в робу и получив наряд на работы уже собирались выходить из коптерки бригадира как услышал реплику обращенную в мой адрес ты сегодня идешь получать материалы со склада заявил бригадир дима найфлиш дима найфлиш по кличке паниковский эта кличка у него появилась после того как он будучи молодым человеком вместе со строй отрядом помогал строить стадион к олимпиаде 80 решил произвести впечатление на свою девушку покататься на тракторе по трибунам стадиона благополучно перевернулся вместе с трактором поломал себе обе ноги в восьми местах он стал о как он стал звездой травматологии и таки да жертва была принесена не напрасно трактор погиб не зря внимание к себе он привлек девушка оценила жертву принесенную на алтарь любви стала ухаживать за ним и впоследствии стала диминой женой с его женой я еще работал на нескольких предприятиях она была глав бога пытаясь возразить о том что дескать это не мое дело сама по себе перспектива с тележкой шататься по всему заводу и получать кислоты и прочие материалы не входило в мои планы я предпочитал трудиться на процессе здесь возможность угара усушки утруски пару грамм золота тяга к нему к труду была сильна конец квартала я не могу готовлю акты для сверки вот часть накладных зав цеха в курсе иди получай обреченно вздохнув и понимая что первая половина дня мимо кассы удалился из цеха через пару часов принеса все что полагалось на бригаду меня ждали на столе два оцинкованных ящика с пломбами и со словами а теперь иди на склад и получай металл меня выставили из цеха не дав попить кефира из горлышка стеклянной бутылки увенчаны серебряной крышечкой словно корона из фольги которая так аппетитно выседала на деревянном верстаке как на троне и была по всем правилам моей приносили молочные продукты бесплатно полагались они нам за вредность так как наше производство считалось опасным и вредным столько переживаний спустившись во двор с гофрами в руках и посмотрев по сторонам поправил свою рабочую одежду темно-синий халат изъеденный кислотой и покрытый бурыми пятнами подтянув коричневые рабочие штаны подвязанные медной проволоки сальвадор дали и пикассо могли позавидовать этой картине сочетание цветов которые я носил повседневно вдали виднелась дверь склада нехотя поплелся навстречу процедуре взвешивания золота на складе меня встретила строгая за складом роза абрамовна в ее взгляде чувствовалось кокетство большой жизненный опыт и бюст пятнадцатого размера как две большие баллистические ракеты с ядерными боеголовками в чехлах которые готовы поразить противника в любой точке мира с длинной косой до щеколотки завернутый в пышную дулечку на самой макушке головы словно пультом управления для для чего не знаю как вариант анатомно изрекла и шо тебе металл получить протянул я накладным надо сказать что с розой абрамовны общались регулярно два-три раза в неделю мы принимали у нее на двух складах золото в слитках дама она была небольшого роста но весьма кокетливой частенько ловил себя на мысли о том что она была интересна им когда-то ну если бы ну очень 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 давно была интересна девушка то я бы даже может быть девочка лет шестидесяти но тянув неспешно очки враговое праве с толстыми линзами внимательно прочитала накладную который успел изрядно помять и помесулить по дороге и скорее она походила на бумагу для вытирания одного интимного места нежели на деловой документ переведя несколько раз взгляд то на меня переминающегося с ноги на ногу и мучающегося от скуки рыщущим взглядом по сторонам то на накладную наконец-то она изрекла с естественным ироничным еврейским акцентом по которому не сразу можно было понять в каком контексте она говорит оставая оставляя за собой варианты сейчас внутри меня все съежилось в маленький комочек я почувствовал себя маленькой мышкой в логове опытной львицы лихорадочные сумбурные мысли пронеслись а в голове если это даст и это то о чем я подумал то это конец меня раздавят взяв себя в руки вспомнив все таки о том что я на работе в голову пришла другая мысль это надолго этому были причины на крышках стальных сейфов по периметру склада стояли антикварные весы с гирями и прочими метрическими аксессуарами именно на них мы взвешивали золотые слитки уверенными жестами роза абрамовна начала доставать слитки из сейфов и в процессе взвешивания понял что это необычное получение металла большая часть составляла золото чистота три девятки удлиненные тонкие листы светло-желтые желтого цвета с легким зеленоватым отливом приятно гнулись на труженных руках золото высшей пробы стучало у виска взявший их в руки не хотелось отпускать в процессе взвешивания желтого желанного и желтого металла мною то и дело мои мысли прерывала роза абрамовна неуместными расспросами про мою личную жизнь если у меня девушка когда как я провожу время хожу ли я в театр после слов о том что у нее есть дочка моя ровесница у меня вновь внутри все сжалось или посадят или женят скорее же я не чем посадил какое-то время роза абрамовна внимательно присматривалась к молодому прохвосту ища будущего мужа своей весьма упитанной еврейской дочь с последующей миграцией как ей казалось он вариант вариантов в голове тут же вспомнились упреки родной матушки о том что на таких как вы обращаясь ко мне и к моим друзьям найдутся шустрые девочки которые вас окрутят и жанят на себе одна из них была передо мной окинув пристальным взглядом розу абрамовну я попытаюсь представить ее дочь в этот момент почувствовал себя эвэем которая пытается решить самый сложный алгоритм с большим количеством неизвестных при этом на бумажном носителе эти вычислительные фантазии еще больше напугали вариант сжавшись внутри еще больше и горлу подступил комок бежать золото бежать золото золото бежать скорее за проходную там свобода в висках стучал набат на деревянном столе выкрашенным зеленой краской стояли гофры все взвешивание окончено еле сдвинув оцинкованные гофры доверху забитые золото прикинув общий вес почувствовал приятную неподъемную тяжесть ста шестидесяти килограмм а вес то вдвое больше моего живого мелькнуло в голове оторвав от стола одной рукой почувствовал себя героем эллинской мифологии Геракл и желание спиздить победило все таки Прометей печень жалко окинув взглядом драгоценный металл и пытаясь сложить в уме общую сумму ценностей которые мне выдали и начал себя чувствовать не иначе как графа Монте-Кристо планы расхищения социалистической собственности созревали быстрее чем мог их наполнить госбюджет калькулятор в голове судорожно начинал считать сколько это стоит и куда сбыть сколько оставить и где закопать надо заметить несмотря на то что я находился под пристальным надзором компетентных органов научился выходить за проходной без пропуска так как склады были разбросаны по всей территории завода и часть из них находилась за проходной меня беспрепятственно с тележкой пропускали к ним у меня тут же созрел план о том как вывести металл поставить на тележку и покатить проходной выйти как говорится через парадный вход с оркестром но мысль о том что делать дальше с таким весом золота лихорадочные мысли меня толкали только на целую череду более тяжких проступков далеко не уйду и тележку тоже не укачу с этими мыслями я начал медленно собираться со склада гофры были закрыты опечатаны но мысли меня не покидали до проходной завода было метров сто пятьдесят от склада а в цех метров сто на протяжении всего этого короткого пути строил планы ход моих мыслей был видимо настолько силен мне хотелось мучительно сбежать с завода в качестве графа Монте-Кристо прикидывая все возможные варианты побега начал настолько медленно идти как никогда в жизни не ходил мысль материальна в этом убедился через несколько секунд ее почувствовали и не тот кого я хотел увидеть в этот момент мучительных рассуждений эту картину стоило видеть и написать маслом панорамная фреска достойная метрополитон музея и коллекции Гугенхайма навстречу ко мне бежал Паниковский он не бежал он парил в воздухе словно сбегая вниз это было нечто по лестнице как благородный олень по привычке хромая обеими ногами в воздухе размахивая складками жира по обеим бокам словно чайка крыльями тебе наверное тяжело пронзительно издала чайка олень со всей своей еврейской пролетарской благородностью протянул руку и выхватил у меня тяжелую ношу моя фигура действительно сгибалась под тяжестью нет обреченно произнес а внутри меня кричало все естество сука знал бы ты как мне тяжело тяжело сделать выбор что это я такой такой вы